Я решила вам рассказать про Гуа. Возможно, вы все все знаете, все слышали, но повторение мать учения. Вот здесь у нас находится Индия. По сравнению с другими странами она достаточно большая, но по сравнению с самыми большими странами мира она все равно большая. То есть Индия у нас находится вот здесь. Теперь берем саму Индию крупным планом и смотрим. Гуа у нас находится вот здесь. Гуа – это не страна, Гуа – это не остров. Вот Шри-Ланка, вот она Шри-Ланка, это страна и это остров. Гуа – нет, вот он. Причем на карте Гуа изображен даже крупнее, чем он есть на самом деле. Давайте подойдем к другой карте. Мы подходим к карте Гуа. Ну-ка, 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 давайте мы идем. Вот, вот он Гуа. Для того, чтобы объяснить размеры Гуа. Отсюда, вот до сюда, от самой северной до самой южной точки у нас 105 километров. От самой западной до самой восточной точки у нас 65 километров. То есть, как вы можете понять, вот здесь у нас может 40 километров, Вот здесь у нас может быть 35 километров. Вот он. То есть по размерам это чуть больше Москвы до периода ее увеличения за счет сельхозземель. И я думаю, что значительно меньше, чем Москва сейчас территориально. Но если мы будем брать старые размеры Москвы, то есть настоящие размеры Москвы не считают деревни и болота, то это Москва плюс ближайшее Подмосковье, типа железнодорожного и мытища. Для того, чтобы пояснить, я всегда пытаюсь объяснить, что я нахожусь далеко от моря. Вот смотрите, вот море. Вот это 40 километров. Кипем находится вот здесь, а вот это крестик, это моя деревня. Вот. Вот это Кипем, вот это Шервой. Для того, чтобы объяснить людям, насколько далеко я нахожусь от них. Мне очень часто говорят, ну ты же в Гуа. Да, я в Гуа, это все равно, что если я в Москве живу в железнодорожном, а вы в мытищах. То есть я нахожусь вот здесь. Маргау находится вот здесь. Южные пляжи Гуа находятся вот здесь. То есть это приблизительно в 20 километрах от меня. То есть либо вот так добираться, либо вот так добираться. То есть южные пляжи Гуа от меня отходятся в 20 километрах. Если взять самые южные пляжи Гуа, вот здесь вот. То есть это места, где бывают европейцы. То есть вот это все-таки русская часть южного Гуа. Вот это европейская часть южного Гуа. Но я и от этой, и от этой точки нахожусь достаточно далеко. То есть я нахожусь в центре. Вот он Кипем, вот моя деревенька. То есть от моей деревеньки сюда вот 3,5 километра. То есть 3,5 километра пешком от Кипема до Маргау со всеми пересадками и ожиданиями час. От Маргау до Панаджи экспрессом час. Отсюда у нас идут северные пляжи. Северный угол находится вот здесь. То есть в среднем они находятся от меня на расстоянии 80 и более километров. То есть от Мапсы я могу добраться до каких-нибудь из вот этих пляжей Гуа. Ну или от Панжима вот сюда добраться. Вот. А если брать Арамболь, то есть это северная часть Гуа. То есть это от Мапсы еще час автобусом. То есть это 4 часа. Ну либо железной дорогой. То есть я нахожусь очень далеко от других русских Гуа. И в то же время я нахожусь не так далеко, чтобы не добраться туда за 4 часа. Теперь дальше подробности про Гуа. Возвращаемся к Википедии. Площадь Москвы до увеличения ее 2000 с половиной километров. Площадь Гуа 3700 километров. То есть это площадь Москва плюс Мытищи, Люберцы и железнодорожность Балашихой. Когда говорят о Гуа, мы имеем в виду город, штат размером с Москву. Население, понятно, значительно меньше. То есть население в Гуа 3 миллиона, в Москве 12 миллионов, 12 с половиной миллионов. То есть это значительно менее населенная территория. И к вопросу о расстояниях. Здесь все очень близко и здесь все очень далеко. То есть из-за отсутствия метрополитена необходимо пользоваться городскими автобусами. Из-за того, что городские автобусы здесь ходят везде и постоянно, то есть добраться можно в любую точку Гуа, но для этого нужно будет вспомнить Советский Союз и переполненный автобус. Я люблю пользоваться экспрессами, но нужно знать, где они находятся и когда. И когда они ходят. Хотя нет, между Паджилом. Теперь о погоде. Очень часто я пытаюсь рассказать, что такое погода в Гуа. Самое смешное, что все мы умеем пользоваться Википедией, но никто из нас в большинстве случаев не обращает на это внимания. Вот она опять же карта. Вот она Гуа. На картах Гуа изображается, конечно, крупнее, чем он есть на самом деле. Просто его изображают, чтобы его было видно. Ставить точку, как у города, все-таки неприлично. Вот сравните. Вот Гуа, а вот Шри-Ланка. Шри-Ланка – это остров, Шри-Ланка – это государство. Гуа – это штат, и он очень маленький. Это штат Индии. И это не остров. Ну, читаем, да? Типичный субэкваториальный климат с резко выраженным сухим и влажным сезоном. На протяжении половины года с мая по октябрь господствует жаркая и влажная погода. Ну, не жаркая. Наиболее высокая температура наблюдается в мае. Да, в мае самая высокая температура составляет 33. На самом деле доходит до 35 и в самые ужасные моменты до 36. И даже в это время сохраняется высокая влажность. Да, март-апрель-май. От марта к маю повышается влажность. Май – самый влажный месяц. Ну, 73%. Период муссонов начинается в июне, заканчивается в сентябре. Но вот у нас, получается, закончился сентябрь, а муссон только-только уходит. То есть в этом году нам полмесяца сдвинуто. В это время становится прохладнее. Температура 25-30 градусов. Да, на протяжении всего муссона температура 25-30 градусов. Муссонный период также характеризуется наибольшим количеством осадков. Да, тропические ливни. По сравнению с Москвой выпадает, то есть в Москве за год 700 миллиметров, а в Гуа за один только июнь – 1000 миллиметров. Ну и дальше температуры. То есть опять же средние. То есть что значит средняя температура? То есть это вы учитываете перепад между дневной и ночной температурой. Вот. Средние температуры. То есть сейчас у нас сентябрь, то есть у нас температура, на самом деле вот сейчас у нас температура, вот она, 30 градусов. А что ж ты мне не настраиваешься? Ну и ещё раз на чём я закончу. То есть для того, чтобы 105 раз объяснить людям, кто у меня спрашивает про моё проживание. То есть я не живу на побережье. То есть я не живу у моря. Мне до моря нужно добираться. То есть вот это Кипем, про которое я всё время рассказываю, а вот это вот Шервой, в котором находится мой отель. То есть это вот расстояние до моря, вот расстояние до первых русских, а вот расстояние до поселений русских, которые преимущественно селятся вот здесь. То есть в принципе я, вот здесь, в принципе я нахожусь очень далеко от соотечественников. Я жалею о том, что от меня очень далеко находятся места тусовок. Я не скажу, что я очень сожалею о том, что соотечественники далеко. Я не скажу, что я испытываю большие симпатии к русским зимующим или проживающим городам. Но вкратце так.